Привет, студент! Если в осенне и холода тебя греет только теплый свитер и кружка горячего чая, не расстраивайся, а скорее смотри свежий выпуск новостей, заботливо собранной для тебя команда Универ Ньюз. С тобой я, Дарья Миронова, смотри сегодня. Как решить конфликт? Вот в чем вопрос. В КФУ прошел Международный форум конфликтологов. Молодежные медиа на пике развития. Телеканал «Универсмотри» принял участие в Конгрессе молодежных СМИ. КФУ на шестом Международном форуме конфликтологов собрал научных сотрудников, работников сферы образования и ученых практиков. О том, что происходило на научном форуме, узнаем в сюжете. Стартовал шестой научный форум конфликтологов методологии исследований конфликтов. Форум проводится на международном уровне, где принимают участие российские, зарубежные ученые практики, работники сферы образования, представители органов государственного управления, преподаватели и другие. В этом году на форуме обсуждают тему внешней и внутренней региональных конфликтов в современном обществе, тенденции развития и возможности управления. Если говорить простым языком, то форум направлен на поддержание мира, согласия и решение конфликтов мирным путем, как на международном, так и на региональном уровне. Рабочими площадками форума в 2016 году стали Казанский федеральный университет и Общественная палата Республики Татарстан. А открыл международный форум заместителя руководителя аппарата президента Республики Татарстан Александр Терентьев. В Республике Татарстан большое внимание уделяется вопросам методологии, методики предотвращения конфликтов в общественно-политической и этноконациональной сфере. То, что является базовым целом для сохранения мира и спокойствия и успешности социально-экономического развития. Подобный форум проводится раз в год и каждый год на форуме конфликтологов принимают важные решения, подводят итоги для дальнейшей их реализации. Ну а пока говорить об итогах рано, ведь работа по секциям с участниками продолжается. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюз. Недавно открытая в высшей школе журналистики и медиа коммуникации все продолжает развиваться. На этот раз студентам выпала возможность пообщаться с ведущими спикерами сферы пиар. Подробнее об этом далее. В Казанском федеральном университете состояла студенческая неделя, посвященная развитию связи с общественностью. Мероприятие прошло в формате лекций мастер-класса в целях знакомства студентов с практикующими специалистами в области пиар. Инициировал проведение студенческой недели ради того, чтобы состоялся прямой контакт с авторами лучших проектов и студентов, людей, которые только вступают в профессию. С практиками, которые добились больших успехов, стали лауреатами. В качестве спикеров выступили известные практики в области пиар. Например, Кэрмен Маджиева, директор по связям с общественностью компании «Мегафон», рассказал слушателям об особенностях жанров пиара. Уникальная возможность напрямую с суперпрофессионалами, с будущими, в том числе и работодателями, кстати, да, свести наших сегодня студентов и дать начало большой вот такой вот интересной работе по их взаимодействию. Отметим, Серебряный лучник является главной премией в области пиар в России. Студенческую неделю организаторы проводили уже в Москве, Санкт-Петербурге и вот впервые в Казанском федеральном. Анастасия Иванова, Руслан Розаев, Универ Ньюс. Что интересного расскажет нам интернет сегодня, давайте узнаем в нашей традиционной рубрике веб-ньюс. Вкусная Казань и Казанская Вилоночь претендуют на премию Russian Event Awards. Объявление победителя состоится 15 октября. Российские ученые научились уничтожать рак при помощи витамина В2. Его в больших количествах вводят в клетки и облучают лазером. Как показали наблюдения, через 50 дней после введения наночастиц рост раковых клеток остановился. В Казани пройдет фестиваль «Гип-пикник». Организаторы позиционируют мероприятие как крупнейший технологический фестиваль в Европе. Впервые он прошел в 2011 году в Санкт-Петербурге. Казанцев приглашают проверить грамотность на татарском языке. 29 октября в 10 городах России пройдет татарский диктант. В Казани мероприятие пройдет в Институте филологии межкультурной коммуникации имени Льва Толстого в КФУ. В районе ботанического сада КФУ рядом с Константиновкой построят новый поселок. Завершить стройку домов и заселить в них научных сотрудников КФУ планируют в течение четырех ближайших лет. Авиакомпания назвала «Боинг» в честь Казани. Самолет будет летать на популярной туристической направлении города Дальнего Востока. Новый лайнер «Казань» – один из самых больших в авиапарке России. У РКБ появился вертолет «Скорая помощь». Вертолет «Ансан» с медицинским модулем будут использовать на местах ДТП и для экстренной транспортировки больных из отдаленных районов. Программу будущих Олимпийских игр могут включить рыбалку. Как говорят организаторы, это древнее и честное соревнование, которое полностью совпадает с олимпийскими идеалами. Роспотребнадзор Республики Татарстан разобрался с вейпом. На сайте Роспотребнадзора появилась статья «Вреден или нет вейпинг», где специалисты ведомства попытались рассказать о скрытых угрозах безобидной привычки. В Казани запустят проект «Карта жителя». Карты можно будет расплачиваться в магазинах, в транспорте, в больницах, в спортцентрах и в школах. Представители студенческого телеканала «Универсмотрит» приняли участие во Всероссийском конгрессе молодежных медиа. Каковы результаты? Узнаешь далее. С 11 по 12 октября в Москве прошел первый Всероссийский конгресс молодежных медиа. Организатором форума выступила Международная ассоциация студенческого телевидения. Мероприятие прошло в стенах РИА Новости России сегодня. К участию были приглашены руководители и редакторы вузовских студенческих медиа-центров. Казанский университет на правых членах Международной ассоциации студенческого телевидения отправил свою делегацию на конгресс. Это здорово, когда на одной площадке собирается столько людей, которые болеют одной идеей. Есть чем поделиться, есть что рассказать. Есть свои проблемы, конечно, без них никак. Потому что создать медиа-центр – это все-таки трудоемкий процесс. И над этим надо работать сообща, делиться опытом, рассказывать друг другу, передавать свои знания, получать знания от других. Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева выразила надежду, что крупные региональные вузы станут лидерами, которые объединят все студенческие и школьные медиа. И подчеркнула, что образование студенческих медиа-центров должно быть на базе сильнейших региональных вузов. И в этом смысле Казанский федеральный университет занимает весьма уверенные позиции. Руководство медиа-центра КФУ надеется, что в Приворском округе в честной конкуренции таким куратором должен стать Казанский университет. Я считаю, что этот успех, он возможен, был благодаря, конечно, безусловно, тому, что существует уже с 2011 года, сейчас можно считать, существует телеканал «Юниверсмотри». Считайте, 4 года он уже вещает в круглосуточном режиме. Это достаточно такая серьезная наработка. Мы сейчас вышли в кабельных сетях вещаем. Уже вышли буквально на днях в цифровое телевидение, то есть нас смогут видеть на дачах, огородах, квартирах. У кого есть комнатные тенны и современные телевизоры, и если окно выходит, предположим, на Волгу, то проблем нет. То есть это можно смотреть спокойно. На пленарном заседании Конгресса возникла дискуссия, какую количественную аудиторию должно иметь успешные студенческие СМИ. Ведь результатом успешности любого медийного продукта является количество просмотров и наличие подписчиков. Этот более или менее объективный критерий на сегодня может дать только Ютуб. У представителей университетов были разные цифры, однако абсолютным лидером стал телеканал «Универсмотри». Ютуб вообще очень интересная штука. Если ты работаешь на него хорошо, он дает тебе свои бонусы, свои приоритеты. То есть канал поднимается за счет того, что ты работаешь над своим контентом, ты создаешь уникальный, интересный контент. И, конечно же, это не делается за день, за два, за три. Наш медиа-центр над этим работает уже несколько лет. Не оставили без внимания и вопрос о кадрах на студенческом телевидении. В медиа-центре КФУ к работе активно привлекаются сами студенты, которые участвуют в создании медийного продукта на всех этапах – от съемок до выхода в эфир. Можно не сомневаться, такой подход позволяет выпускать из университета профессиональные кадры, которые с уверенностью продолжат карьеру телевизионного журналиста и абсолютно точно будут знакомы со всей горизонталью производства СМИ. Аделя Мухаммедшина, Руслан Уразаев, Универньюз. Культура Индонезии состоит из сотен национальных традиций ее регионов. 14 октября студенты КФУ смогли узнать ее лучше. Смотрим! Индонезия богата своим культурным наследием, интересными обычаями и традициями. Так, 14 октября в актовом зале Института управления экономики и финансов прошло открытие фестиваля индонезийской культуры «Чудесная Индонезия», который проходит в рамках сотрудничества между Республикой Индонезии и Республикой Татарстан. Мы выбрали Казань, потому что в Казани есть культура, которая похожа на нас. И в Казани это наше третье мероприятие. На сегодняшний день главной целью культурного развития является культурирование идеи единства индонезийской нации. При этом не уничтожается и самобытная культура отдельных общин, населяющих Индонезию. А наоборот, ее развитие всячески поддерживается на государственном уровне. Все это позволяет усилить национальное самосознание жителей страны. Этим вечером индонезийские студенты познакомили не только со своей культурой и обычами, но и представили обширность национальной кухни Индонезии. Индонезия очаровывает своим разнообразием культурные традиции, ритуалы, древние храмы, уникальная природа, танцы, образ жизни. Индонезия меняется от острова к острову, от региона к региону, но везде вы встречаются с рожденным дружелюбим индонезийского народа, который невозможно забыть, что делает страну одной из самых необычайных в мире. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюз. День первокурсника в Елаборском институте подошел к концу. Итоги подведены и победитель известен. Смотрим! В Елаборском институте КФУ состоялся гала-концерт традиционного студенческого фестиваля День первокурсника. Здесь собрались лучшие из лучших. Те, кто предан творчеству, как себе. И так дипломантами конкурса стали факультеты иностранных языков, экономики и управления, а также психологии и педагогики. Почетные призовые места заняли факультеты юриспруденции, инженерно-технологический, факультет филологии и истории. Гран-при фестиваля выиграл факультет математики и естественных наук. Гала-концерт закончился, но эмоции еще долго будут греть тех, кто был на сцене. Следующим этапом для всех участников станет концерт в Казани. «Сегодняшнее выступление было на высоте. Наш факультет получил гран-при. Это самое крутое место, которое только можно помечтать. Я под эмоциями. Было все шикарно. Всем факультетам желаю удачи на студенческой весне в 2017 году. Спасибо. Было круто». Каждый из них искренне желает друг другу удачи. Ведь она наверняка им понадобится. «Это просто сверхэмоция. Это не просто эмоция. Это такая любовь. Это любовь к танцам, любовь к факультету. Ужас. Мы так долго к этому готовились и мы добились своего. Мы рады, что все закончилось именно так». Аделя Мухамедовична, Универньюз. На сегодня это все. Смотри Универньюз и держи руку на пульсе самых актуальных новостей студенчества. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»